Всем большой всеядный привет! Выживание на пятерочке, на дешевых продуктах, красная цена и прочих. Продолжается сегодня второй день. Ну что ж, на завтрак кашка-овсяшка 7 рублей стоила и неплохая оказалась. Пахнет вкусно, ароматизатор не противный и мыльных пузырьков сверху даже нет. И все-таки маловато на завтрак. Я решил сделать еще раз, у меня есть печенка. Можно из печенки сделать вкусный паштет печеночный, настоящий, то есть без всяких примесей. Паштет можно разного всяких добавок делать, но у меня обычный, классический, то есть из печенки. То есть вообще ничего лишнего нет и пахнет он вкусно. Даже если по стоимости перерасчитать на маленькие такие баночки с паштетом, которые по 50, даже по 100 продаются с рублей. Но вот эта вот баночка паштета примерно рублей 15 получается по себестоимости. Готовится быстро, на блендер отправил, все готово. Намазал на бутербродик, получается вот такая вот вкуснотища. У меня, кстати, появилась интересная новинка. Я вам спешу ее показать. Называется чудо-карандаш брендфри. Я уже показывал вам средство брендфри. Оно отлично справляется с различными типами загрязнений на разных поверхностей. Но это новинка, это карандаш. Как им пользоваться? Достаточно намочить горячей водой, не обязательно кипятком. Потом потереть этим карандашом, подождать 15 минут и постирать, либо сполоснуть. И у меня, конечно же, всегда есть что постирать, потереть. У меня разные пятна. Здесь это непонятное пятно, даже не скажу от чего. Ручка на моих любимых шортах. И, конечно же, тут это называется кетченес. Это майонез с кетчупом. Итак, что делаем? Намачиваем, натираем карандашом до появления небольшой пены. И ждем 15 минут. Далее в стирку их. Все равно эти вещи нужно было стирать. Итак, смотрим, что получилось на манжетах. Я тут даже сразу не скажу, с какой стороны эти были пятна. Я даже не знаю, от чего они были, но их не осталось. Насчет ручки на моих любимых шортах тоже отличный результат. Где была ручка, тоже сразу не скажу. Футболка стала белая в нужных местах. То есть буквы остались на месте. Буквы есть, футболка белоснежная. Отлично. А чистейшая футболочка. Одеть такую на новые шашлыки, попачкать самое то. Но бывают случаи, когда, например, шубу или куртку целую в стиральную машинку лень запихнуть. Или, например, диван точечно, ручкой кто-то изрисовал, взял карандаш, оттер. Очень удобно. Поэтому ссылку оставляю в описании к этому видео. Очень компактный вариант. Взял с собой в поездку. Всегда выручит. Вообще отличная вещь. Чудо-карандаш брендфри. Попробуйте. Новиночка. Ну что ж, время идет, поэтому погнали. Поедем по делам. И в пятерочку сегодня нужно еще зайти. Поехали. Время обеденное. Сейчас уже, вот смотрите, какое ветрище. Все сносит. У нас резкое похолодание, хоть и яркое солнце. Я сегодня в разъездах по городу мотаюсь. Вот нашел пятерочку на обед. Думаю, сейчас зайти. Мне нужно что-то готовое купить. Салатик какой-нибудь или горячий. Если будет, вообще будет замечательно. Ну что, идем сразу в магаз. И на вечер сразу нужно закупиться. Большая пятерочка тут, кстати. Хочу вкусного чего-нибудь готова. Не просто булку с сырком, а готовые блюда посмотреть. Если эти салатики, они не вздувшиеся, то в нашей пятерочке они всегда вздувшиеся. Ну-ка. А, карбонара, винегрет, столичный, оливьешка. Тут прям выбор есть. Пятерочка кафе. Смотрите, везде написано пятерочка кафе. А в нашем только каша стоит. Больше ничего нет. Здесь целый холодильник. Бургер. Холодным нельзя заходить в магазин. Потому что я сейчас вот эти вот даже крылышки готов съесть. Просто холодные. Называется куриный гриль по 59. Это за 100 грамм. Сколько здесь? Я прям жрать хочу. Я не могу. Все готов купить. Может, очень вкусные. Даже холодные можно, в принципе, съесть. Такой крабовый салат возьмем. 94 рубля. Куда деваться? Берем. Времени готовить не будет. Поэтому на ужин фрикадельки с картофельным пюре. Глебном соусе. Бережное томление. Берем такую за 120 рублей. Но все равно что-то есть придется. Поэтому это тоже эксклюзивно для пятерочки. И еще есть блинчики по сотке. 140 с мясом. Смотрите, сколько? Реально больше. Реально в два раза больше блинчики с мясом. 140 сэндвичей со скидкой. Мне в комментариях написали, Серега, только блогеры покупают эту еду. Поэтому она вся со сроками. Ну ладно. За сотку пригодится. Вот это давайте проверим, сколько там что кладут за сутку. Неправда, ребят. Сейчас только что подошел мужчина. Тоже что-то взял отсюда. Не сэндвич, конечно. Но что-то другое. Посмотрим, что там внутри есть. Если там много начинки, то может за сотку это даже нормально быть. Так, и на завтра пойдем что-нибудь выберем. Десерт. Я хотел вчера еще с чаем попить. Что тут на нас смотрит? Шарлиз. Такие я пробовал. Такая же цена, как и красная цена. Одинаковые. То есть тортики. Пробуем. Потому что это для пятерочки. Это тоже пятерочная торговая марка. Нажористы. Так, 90 рублей. Они раньше стоили копейки эти тортики. Рулетики. Уже сотка. Сейчас на сотку уже ничего не купишь. Так, это на десерт. Это, наверное, стеллаж. Вот какой отличный стеллаж я нашел. Здесь прям все красная цена. Есть. Никогда не замечал. Мясо цыпленка, оказывается, есть. 59 рублей всего стоит. То есть совсем дешево. Прям мясо нарисовано цыпленка. Мясо цыпленка на кости. Это на ужин. А на обед. Сейчас что-нибудь выберем приготовить. Тоже все на завтра. В стерочке, кстати, есть еще вот такие консервы. Называется гастроном номер один. Тоже пятерочная вещь. Есть невозможно. Раньше, наверное, была тушенка красная цена. Все прознали, что там мяса нет. Вот стали делать под торговой маркой гастроном номер один. Там тоже мяса нет. Стоит недорого, но лучше не брать. Лучше кусок курицы взять. Так, пойдемте дальше. Посмотрим, что есть. А, сырники хотел сделать. Пойдемте в молочку. Творога красной цены нет. Но, сколько я знаю, станция молочная. Это тоже для пятерочки эксклюзивно. Да, вот написано. Эксклюзивно для пятерочки сделано. Станция молочная. 180 грамм. За 40 рублей. Тоже самая выгодная цена здесь. Попробуем. Попробуем сделать пожарить сырники. Не разлезаться, нет. Яйца красная цена. 61 рубль. За 10 штук. Покупать нет. У меня просто свои. Свои. То есть, в подвале у меня перепелки же живут. И яйца дают. Поэтому покупать яйца. Я в тысячи лет не покупал яйца. Ну, давайте возьмем. Раз такие дела. 61 рубль стоит. Десяток. О, красная цена есть. Крововые палочки. 180 грамм. Сейчас они просто бешеная цена. Они взлетели. Вот, смотрите, по 140, по сотке. 150. Вичи, смотрите. 200 грамм тоже. 150. Это же рыба. Почему так дорого? 200 грамм рыбы. Так, красная цена 50 рублей всего стоит. Видим? Двое мясо есть. Чего дешевле? Крововое мясо дешевле. По акции. Вон она прям мягкая, такая хорошая. Для салата возьмем. А, и мазик. Пойдемте посмотрим. Кстати, ребят, знаете, почему нет? Вот интересно, дорогая колбаса есть красная цена? Как думаете? Конечно, нет. Потому что все это красная цена, это все из отходов сделать. Взял мазик. Мазик стоит 77 рублей. 77 рублей. Тоже самый дешевый. Ну что, я всем закупился. В общем, я потратил почти 1000 рублей. 900. Получается, я могу съесть крылышки. Вот эти вот. Или можно доесть вот этот сэндвич, который уже на последнем. Перекус с Сереги Чек, забыл сказать. С фирменным соусом написано. Рулет из мяса птицы, вариант копченый. Но здесь состав длиннющий. Смысл его читать. Короче, самое главное, вкусно это или нет? Много ли там мяса? За сотку, шаурму, ну уже вряд ли купишь. Можно, конечно, наверное, маленькая будет такая. О, такая упаковочка прикольная. Такой сэндвич, короче, за сотку. Это... Оооо! Смотрите, тут и бекончик есть. То есть, раз кусок. Два кусок. Ну, кусмячка. Это салат, а где, типа, курица или там что-то вареное-копченое, что-то... А, ничего тут нету, все. То есть, вот, два кусочка салата, это ветчина, и все. И вот фирменный соус. Как бы вот... Я думал, тут курица будет, ну ладно. Тут бекон, плюс еще и вот что-то вот мясное. Можно съесть. Ой, блин, свинячил, как всегда. Снимаю дальше на телефон. Камера села. Надеюсь, в кадр сейчас попадаю. Итак. Пролежал этот бутерброд 10 дней. То есть, что может быть с бутербродом за 10 дней, если в холодильник пролежать? Если в холодильнике он еще, конечно, лежал, то вдруг он, в тёплом месте еще лежал. Ну, так себе бутерброд. Невкусный, в общем. И колбаса не очень. Ну, бекончик как бекончик. Но хлеб растаял. Вся жидкость впиталась в хлеб. Мякиш этот получился жуткий. Когда голодный съесть, можно, в общем, так. Серега, как всегда, без ложки. Да что ж такое, да? Все ложки закончились, остались в салфетке только. Где же мне ложку? Опять вырезать. Салат крабвы. Смотрим. Стоил сотку тоже. Как бы не дешево, да? Так, в этом салате я вижу много яйца, кукурузы есть, крабочки. Что-то крабочек. Крабок кислым пахнет. Как всегда. В майонезе крабвы. Крабочек немного. Майонеза много. Пробую. Страшно. Прям неплохо даже. Майонез жирный. Нет кислого запаха. То есть нормально, но свежий. Удивительно. Окей. А, он сделан недавно, он до ноября еще годен. Здесь все хорошо, отлично. Очень хорошо. Я прям рад. Салатик нормальный. Вкусный, жирный майонез. Кукурузка есть. Яйцо. Мало крабов палочек, конечно. Наполнику я сегодня сдаем. Тут второй бутер. Сэндвич. И тогда встречаемся уже на ужин. Переключаемся. Короче, я приехал домой. Сейчас уже и времени нет готовить. Но я все время наблюдал за этой штукой. Она что-то вздутая. Поэтому крылышки на завтра. А вот эта упаковка вроде прохладная. Она не должна была в машине так сильно согреться. Там 10 градусов. Поэтому я без пички же езжу. Я экономлю. Ну что, не минус 10, а плюс 10. Ладно, сейчас у нас плюс 10. Кто не знает. В Уграде сейчас еще плюс 10. В общем, непонятная какая-то штука попалась. С картофельным пюре в фрикадельке. Но там вот прям бульон какой-то. Это такое, это называется изделие кулинарное, обеденное блюдо с мясом птицы. То есть фрикадельки с картофельным пюре. Грибочки. Там еще большие куски грибов. О, там даже 3 фрикадельки. Сейчас я вот распаковал. Смотрите, разогрел. Раз, два, то есть три. Две откровенно мало было. Ну, 3 фрикадельки, это уже заявка. Прикольно. Не супер аппетитно это все выглядит. Ну, так скажем, как домашняя еда. Вот тебе так шлепнули. Вот так всегда. Настя услышала и говорит, типа, не, у меня так дома не шлепают. То есть, у кого, признавайтесь, шлепают так еду. Шлеп... В столовках так обычно делают. Ну, чтобы половника отлипло. Ну, вот сколько, как думаешь, стоит вот это? Знаешь? Не знаю, я готова еду. Такой не покупаю. Советно ориентирую. Ну, вот здесь от пюреха грибочки есть. Смотрите, прям грибочки есть. И 3 фрикадельные. Но тарелка пюрехи стоит 10 рублей. Ты по себе стоимости считаешь? Но 3 фрикадельки это уже рублей 80, потому что это мясо. Короче, Настя не разбирается с готовой едой. Она не покупает готовую еду. Ну, а это стоило 130 рублей. Офигеть. Ну, нет, для готовой еды, как бы, смотри, за 130 рублей ты можешь купить. Ты знаешь, еще кофе? Кофе стоит 100 рублей, да, как бы. Ну, вот здесь вот, короче, все решают фрикадельки. Если они прям мясные, читать будем? Да не будем читать состав, напишут все, что угодно. Ну, все-таки откок. Сэндвич я доел на пол. Нормально зашел. Ничем не запивал. Ничего. Можно было чай взять, да? А пюрех, кстати, ну, с комодчиками что-то. Но в целом прямо есть что-то сливочное. То есть там не просто пюрех. Прикольно, надо перемешать еще. Пустим, ты занятой человек, как бы весь день где-то работал, и у тебя дома нет жены или кого-то там. Жены. У меня Вован, когда мы вдвоем жили, снимали квартиру, у меня был Вован. Вот и мы меняясь. Он приходит пораньше, чтобы в магазин уже загонял. Там, смотрю, прихожу домой. Он уже котлетки эти жалит, там гарнир какой-то делает. Первое со вторым мешать. Я уже рассказывал вот эту историю. Ну, вот. Допустим, ты пришел домой, у тебя уже время спать, и вот по пути была пятерочка, и ты взял. Поэтому пробуем. Но комочки что-то не размешиваются. Вот они скомкались. Вот это намного лучше, чем сэндвич. То есть сэндвич вообще не кучи. Тепетелька пошла. Но это не из мяса птицы. То есть механическая балка. Это похоже на... Ну, что-то такое мясное. Глянь, комочки мяса. Плоскать туда-сюда. Ну... Она тут совсем не к месту. Она все загораживает здесь. К кухне не подойдешь. Ну что ж, отмечаем. Неплохой день. Если бы было что-то кислое там в салате, то я бы расстроился. А сегодня и салат даже был съедобный. Дорог, конечно. Крабовый салат, нет ничего. Там крабочка. Где шуручка моя? Смотрите, я купил крабочки, рис. Все для салата, мазик. То есть если сделать такой салат самому, там 100 грамм, конечно, будет дешевле. Так сутку отдался такой салате. Все, второй день прожит. Переключаемся на следующий. Вот эту вот прям запросто доем. Прям отлично. Отлично. Или я такой голодный. Это нормально. Начал с третий день. Сегодня выходной. Значит, спешить никуда не надо. Можем приготовить завтрак. У меня есть яйца. Яйца нужно, кстати, давайте проверим по категории. Тут написано вторая категория. А то есть вес должен быть их от 45 до 55 грамм. Здесь получается 46 грамм на яйцо. Это практически нижняя граница веса. Вторая категория яиц. Готовим сегодня омлет. У меня же есть молоко. Но молоко как вода. Поэтому может получится, может не получится. Вот как раз посмотрим, что из этого выйдет. Я отправляю все это в духовку. Хочу в духовке приготовить. Форму смазал маслом. У меня же масло есть. Красная цена, правда. В общем, все это в духовку. Готовим, пока не приготовим. Омлет у меня почти получил. Не, он получился, но какая-то развалюха получился. На завтрак у меня еще есть багет. Последний кусок с печенкой, паштетом. Вообще отличная вещь. Очень вкусный. Я знаю, в комментариях мне сейчас пишут, что немногие любят печенку. Но я люблю печенку. Поэтому паштетик за копейки. Домашний паштет. Конечно, очень вкусно. Я сейчас сижу уже доделал видео, только что выложил на канал. Читай первые комментарии. Всем, ребята, огромное спасибо за поддержку, за комментарии. Очень приятно. Кстати, кто не знает, на Дзене я тоже выкладываю видео. Я на всякий случай предупреждал, что вдруг YouTube отключит. Мало ли. В общем, на Дзене я тоже дублирую видео. Все они там выходят. Кому удобно, можете смотреть на Дзене. Ссылка на Дзене в описании, конечно, к этому видео тоже есть. Короче, все пишут мне, что в Пятерочке очень вкусная выпечка. Да. Вот в отделах, где выпечка есть. Я вчера заходил в Пятерочку, там не было такого отдела. Я у нас, вот ближайшие заходишь, тоже нет такого отдела. Поэтому лучше, конечно, ходить туда, где есть свежий хлеб, он пахнет вкусно. Хороший еще комментарий, мне понравился. Нужно делать маркировку, такую, знаете, фотографии размещать на дешевых продуктах, на колбасе, вот, за 30 рублей, которые, как на сигаретах, страшные фотографии, что бывает после употребления. В общем, спасибо за хорошее настроение. Сейчас уже время обеденное. Пойдемте готовить обед. У меня есть вот такой творог, станция молочная. Готовим сырники из самого дешевого творога. Получится нет? Сейчас посмотрим. И сметана. Сметана красная цена. Есть у меня. Творог обычный, еще не просроченный. Показываю вот до 10-го, а, фу, до 15-го нормальный. Обычный творожок, значит, мокрый. Одно яйцо возьмем вот такое. Карликовое. Такое яйцо. Муки сразу ложки две положу, а то все жидкое, творог жидкий. Перемешиваю. Немножко сахара. Лучше с яйцом. Да. Вначале перемешать. Тут так проще будет ему перемешаться. Вечером еще сделаю салат крабовый. И посчитаю по стоимости, сколько будет. Я просто крабовый салат за сотку поел. Там по-любому те же самые крабовые палочки. Поэтому интересно, сколько у меня по стоимости получится. Такой сырничек. Если готовишь сам, то, конечно, будет дешевле. Если время есть приготовить, то не надо лениться. Надо готовить. Потому что ты примерно знаешь, что здесь ничего лишнего, по крайней мере, не будет. Разные получились. Симпатичные. Жарим на сливочном масле из пятерочки. Кстати, пахнет оно неплохо. Светофорное масло, оно сразу видно, что не сливочное. Которое по 50 рублей. А это за 80. Оно хоть пахнет реально сливками. Что-то точно добавились, да? Помимо сливок. Я не умею делать сырники. Я из любого творога, когда я их делаю, они у меня не получаются. Я соду не добавлял в этот раз. Это сейчас вспомнит прошлое видео с сырниками. Они поджариваются, но не растекаются. То есть, видите, в этот раз они там даже... Вот этот почему-то растекает сильно. В принципе, пахнет вкусно, ребят. Вот масло, когда поджаривается, пахнет... Все-таки поджарено, чем-то таки хорошо. Сырнички готовы. Универсальное блюдо. Все любят сырнички. Это не печенка. У меня к сырникам такая сметана еще есть. Красная цена. Показываю тоже по срокам годности. Она нормальная. До 16-го числа. То есть еще несколько дней. Ну, нормально. Как я и таблизываю. Нормальная сметана, кстати. Там кисленькая, хорошая. Незаменитель. Я все про светофор говорю. Ну, светофор, видите, молочка, это прям бич. Светофорное молочка, это прям самое, на что можно легко попасться. Идешь в светофор, молочки там практически нет нормальной. Водичка, вот смотрите, отстоялась. То есть, как в нормальной сметане. Там уже была просто сметана, как мусс такая она. Просто куском была. Так, сметана на сырник ее. Вот так. Я со сметаной ем всегда. Ну, вкуснотища, ребят. Можно ли сделать обед из самых дешевых продуктов? И вкусно ли это получится? В общем, проверяем. Сырничек прям нежнейший. Какой-то он мягкий получился. Пробуем. Слушайте, сырник реально. Вкусный творог. Нормально? Полез за чеком. А чек я не нашел. 36 рублей, кажется, стоили эти сырники. 36 рублей. Допустим, сейчас немного сметаны. 40 рублей. 40 рублей нормальный обед. То есть, прям неплохо. Нашел еще, у меня торт, оказывается, есть. Сейчас тоже будем его с чаем. Чай отвратительный. Я кое-как пью. Гадость. Про 40 рублей я говорил. Это лучше, чем колбаса, которая за 30. Это лучше, чем наггетсы, которые были за 50. Их есть было нельзя. Я их выкинул. Потратил деньги просто так. Это можно есть. Это можно съесть. Тортик называется вафельный. Стоил он нифига не дешево. То есть, ну, глянь, сотка стоит такой тортик. Фронтель. Как-то, наверное, стоял еще тортик. Тоже как-то на F. Тоже пятерочная, тоже торговая марка. То есть, одинаковые абсолютно тортики. Ну, сейчас я посмотрю. То есть, по стоимости одинаковая граммовка. Все сделано для пятерочки. То есть, вы думаете, у вас есть выбор. Такие идете. Красную цену не буду брать. Думаешь, возьму вот этот фронтель, как он там назывался. А это то же самое. Состав жир кондитерский. Написано растительное масло. Не указано какое. Далее идет глазурь. Тоже жир из пальмы лауринового типа. То есть, самое дешевое сырье здесь сделано. Почему сотка стоит? Не понял. Сотка, ребят. Жуть. Ни орешков тебе, ни... А, какао-порошок есть для цвета. Но ни орешков, ничего интересного. Мука, вода, эмулигатор или ароматизатор. Все, сотка. Сотка это уже не деньги, ребят. По дате до... А, это вечный тортик. Какая газостная начинка. Причем-то здесь вначале вафли, вафли, а потом только начинка. Здесь просто забыли положить начинку. Вот первый слой. Вообще нет начинки. А, ладно. И так все я делаю. Ну, дальше остальное вот скрепленное. А первое, оно просто лежит. Вот, две вафли. Эх. Это не тортик. Называется тортиками? Тортик вафельный. Вафли в поливке это надо называть. Сам факт, что такие продукты есть и в большом количестве в ассортименте. То есть продукты от... А вообще абсолютно невысокого качества. Абсолютно низкого. То есть этот факт говорит о том, что все очень плохо. Когда мне будут говорить про уровень жизни, я скажу, да, мы хорошо живем, если на прилавках нигде не будет таких продуктов. Тогда я скажу, что мы хорошо живем. Мы в целом все хорошо живем. Потому что если вот это вот, даже магазины низких цен открываются, типа светофоров и прочих, где это все в порядке вещей. Ну, это и раньше вот в пятерочке было. Но эти все гадости, лишь подтверждение того, что не все так замечательно в королевстве. Не в нашем, конечно. У нас все замечательно. Где-то там в другом. Ну что ж, я кое-как поел. Переключаемся на ужин. Погнали. Итак, готовим ужин. Полез я за продуктами в пакет. Смотрю, у меня еще мясо цыпленка, оказывается, есть. Тут у меня целый выбор, что можно на ужин скушать. И мясо цыпленка, и крылышки. Ну, крылышки можно поставить, оставить, но потом, потому что они по срокам еще нормальные. А мясо цыпленка я всегда люблю пробовать. Я их в фикс-прайсе, в Сафари везде их покупаю. Это как киндер-сюрприз. То есть, либо там кости, либо там мясо. Всегда интересно. На упаковке-то красиво всегда нарисовано. В общем, сейчас мы ее попробуем. Мясо цыпленка называется. 60 рублей стоило. Ну, еще кровавый салат будем сейчас сделать. Смотрю, что-то не хватает. Кукурузы нет. Забыл я кукурузу купить. Поэтому ставим яйца вариться. Рис промываем. Он третьего сорта. На нем так написано, рис третьего сорта. Ну, так на вид рис как рис. Ну, немножко там мусора попадается. Но мы же промываем его все равно. В общем, все это поставило вариться. И поехали за кукурузу. Я же обещал, что будут все в пятерочке покупать. Поэтому едем в пятерочку. Находим здесь кукурузу. Красной цены нет. Ну, ничего страшного. В пятерочке много торговых марок. Чуть подороже. Не знаю, сколько красная цена стоит. Тут нет. Чуть подороже Global Village. Это тоже все пятерочное. Тут даже ассортимент есть. И подороже, подешевле. Берем самую дешевую. Ну, зато вернулся домой. К этому времени уже все практически отварилось. Осталось только порезать да смешать. Крабочки по составу. Читать смысла нет. Они обычные. Там все написано. Ну, на вкус попробуем. Хотя с майонезом в салате ничего не понятно будет. Все равно. В общем, все упаковки туда. Открываем кукурузу. Она оказалась совсем не крупная. Да и сухая. Сачка нету. Попробовал я. Ну, среднячок. Кукуруза пойдет. Салат самое то. Рис. Я делаю крабовый в равных пропорциях. Рис, не дожидаясь, прям отправил в салат горячий. Яйца рубим тоже в салат. Перемешиваем. Мазика добавляем. Вот по стоимости посчитать, сколько это все стоит. У меня получилось примерно 800 грамм. Ну, плюс-минус. И по стоимости кукуруза самая дорогая 80, яйца рублей 15. Крабочка 50, рис там вообще нет ничего. То есть, около 160 рублей получается. 800 грамм. Ох, ну это 8 порций на 160. Это сколько получается. Что, 20 рублей получается салат вот этот вот стоит. То есть, порция салата, ну если 100 грамм, то 20 рублей. Ну, реально выгоднее. Я за 100 рублей покупал готовый. Ну, вот теперь вы тоже знаете примерно, сколько стоит порция салата. То есть, в 5 раз выгоднее готовится. Но у меня здесь, смотрите, кукурузы прям, ну нормально. Желтенький такой салат выглядит. Потому что здесь, мне кажется, они желтка не добавляют. Да, вообще-то я вот ел, когда вкуса желтка не хватает. Но и мазика тут совсем мало. То есть, вы ни один майонез едите. Смотри. Ну, как бы нормально, да? Нормальный салат крабы. А там прям жидко было. Это на десерт, это на закуску. А вот мясо, цыпленка, открываем. Состав цыпленок на кости. Вот сейчас посмотрим, сколько там чего. Перец, лаврушка, соль. То есть, здесь ничего лишнего нет. Прям цыпленка рубят. И здесь может попасться, может попасться спинка. Может попасться голяшка. Если голяшка, то будет мясо. Открывашку. Открывашку. Забыл принести. Как же без него? Так. Взляем. Чек. Сюда. Это было в начале доставить, а потом уже доставить. Открываем основное блюдо на сегодня. Без ключа, конечно, 60 рублей стоило. Вот эта вот банка 60 рублей. Пахнет, кстати, неплохо. Прям отлично пахнет. Вот мне эта консерва нравится. Среди остальных консервов, потому что тушенка, там намешивают, вот что угодно. Если же за такую цену взять, ну невозможно найти за 60 рублей банку тушенки. Там будет жир в лучшем случае. А все-таки курицу еще можно купить за 60 рублей. Повезет, не повезет? Что у меня здесь попадется сегодня? Морковка. Морковки много. Нормально. Лаврушка есть. Кусочки. Мясо. То есть реально мясо, не одна кость. Это прям мясо. Мне повезло. Это тоже. Ну, здесь какая-то кожа. Что здесь? Неопознаваемый какой-то здесь большой какой-то жир. Наверное, хвост. А вот это кость. Ну, прикольно. Такую штуку можно прям в суп кинуть, то есть в воду. Добавить картошечки. И получится быстро суп. Буквально нет ничего там по времени. Ну что, мясо сразу съедаем. Так. Мясо. С костями. Вот кость. Маленькая. А, забыл попробовать мягкое, нет? Сейчас. Жесткие. Это принципиально важно, ребят. Потому что если они хорошо сварены, можно прям вот так брать ложку и вот навернуть. А если они вот такие жесткие, то нужно аккуратно. Либо в горло там попадет, застрянет. Это ужасно, может быть. Поэтому, ям аккуратно. Все-таки это какая-то часть вот ноги. А нога мягкая. Как только можно реально съел. Кости вкусные, ребят. Вот это колбаса и то есть мясо костной муки сделано, которое есть невозможно. И вот здесь цыпленок, он когда просто сваренный, кости вкусные. Вот вкус есть. Не то, что это колбаса. Мало мяса все-таки я обрадовался так сразу. Но мяса мало. Ну, такой продукт. В общем, вам показал. Вкусно. Кинули еще сюда морковки. Но в целом, если говорить с точки зрения выживания, как бы это съедобно. Но с гастрономической точки зрения, то есть весь мир уже перешел на филе рыбы, курицы и так далее, консервированное. А мы до сих пор рубим цыпленка и продаем его. Ну, такое-то такое дело. В общем, доедаю все, что могу съесть отсюда. Но костей все-таки много. Спинка попалась. Давно мне не попадалась нога. Итак, по салату. Салата у меня много. Поэтому можно прям смело есть. Крабовый салат красивый получился. По вкусу примерно такой же, но вкуснее. Реально вкуснее получилось, чем тот, который я вчера ел. Салат отличный. Но промывать надо, видишь, хорошо. Что-то черное. Много черного было прям. Выбирал. Хорош сегодня был день. Прям вкусный. Но картинка здесь красивее, конечно. И вот с этой точки зрения, кстати, я же оцениваю мясо цыпленка. Название, смотрите, мясо цыпленка. То есть название не соответствует содержимому. Я же уже знаю, что там в ногтей. Поэтому я не удивился и не расстроился. Но если человек просто неопытный в этом плане, идет, покупает мясо цыпленка в собственном соку. А внутри оказывается 90-80% костей. И там чуть-чуть кусочек мяса. То, конечно, будет разочарование. Но вот это такое дело. Как бы мясо цыпленка рубим вместе с будкой. Это субпродукт получается. Потому что там мяса нет ничего было. Кусочек, да. Морковки киданули сюда. И продаем за 60 рублей. То есть, ну, на рынке можно такую вот спинку купить. Там обрубок. Ну, рублей там килограмм стоит. Рублей 50. То есть, ну, 60 сейчас стоит. Поэтому банку, конечно, продать выгоднее. Салатик меня радует. Его у меня много. Сейчас местные еще налетят. В общем, салатик это, конечно, делать самому намного приятнее. Кстати, тот этот, кофе попробовать, который в пятерочке. Мне написали, что это, да, это реально кофе пятерочки. Тот, который аппарат я видел, вам в первом видео показывал. Говорит, это пятерочный аппарат. Я ни разу не видел, что там кто-то кофе покупал. Очень хочется попробовать. Вам интересно. Что такое там? Булки пахнут. Мимо проходишь, там кофе, булки. Закончился третий день. И, короче, такие выводы. Если хотите что-то более-менее вкусное и за недорого, то это же готовая еда, наценка огромная. Лучше готовить самому. Ой, я прям поел. Так все хорошо улеглось. Надеюсь, вы тоже сейчас что-нибудь вкусное хорошо поели. Попейте за меня чая какого-нибудь вкусного. Ну, или что вы любите. Кофеек заварить себе. Ну, или кока-колу, кстати, кока-колу тоже. Я бы сейчас что-нибудь попил. Хорошо. Когда целый тазик салата, конечно, это хорошо. В общем, жду вас через пару дней. Здесь же, как всегда, переключаемся. Хорошего настроения. Кушайте в удовольствие. Готовьте, не ленитесь. В общем, увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok